Вчера в Манеже-Восход завершился детский турнир по мини-футболу на Кубок Воскресенской Церкви города Томска. Стоит отметить, что этот турнир проходит уже не первый год и у него формируется своя история. И самое главное, увеличивается количество юных любителей футбола, которые принимают в нем участие. Очень важно и очень хорошо, что у нас эти турниры становятся уже традиционными. Проводим второй раз мы турнир. До этого организовывали несколько товарищеских матчей. И с каждым годом количество желающих тоже увеличивается, что непременно является таким положительным моментом для нас. А в этом году особенностью является еще и то, что мы пригласили принять участие коррекционные школы. Сегодня проходит этот турнир. Завтра у нас будут участвовать общеобразовательные школы в этом турнире. Поэтому мы видим, что количество участников у нас растет. И это очень важно, потому что, как уже было много сказано о том, какое положительное влияние имеют командные виды спорта для человека в целом, это ведь еще и живое общение. Сейчас, к сожалению, мы живем в такое время, когда люди очень мало общаются вживую. Связано с тем, что много времени проводят, особенно дети, за компьютером, за интернетом. И это дополнительная возможность у детей иметь такое живое общение, общаться между собой. Практически все детские и любительские футбольные турниры в нашем городе проходят под патронажем областной федерации футбола и футбольного клуба «Томи». На этот раз в открытии турнира приняли участие генеральный директор «Томи» Руслан Киселев и полузащитник нашей команды Евгений Башкиров. Оно имеет большое значение, участие футболистов «Томи», руководства «Томи», потому что юные футболисты, смотря, видя такой вот прямой, живой пример того, что обычный человек, как и все остальные, могут добиться больших высот в этой жизни, я думаю, что это положительно влияет как в само присутствие, так и те добрые слова и пожелания, которые они высказывают по отношению к футболистам, и те сувениры, подарки, которые команда также привозит с собой для футболистов. Евгений Башкиров уже выступал в роли арбитра в матчах с участием юных футболистов, вот и на этот раз он взял в руки судейский свисток и стал одним из действующих лиц стартового поединка. И кто знает, возможно, этот опыт пригодится Жене в будущем. Жень, ну я понимаю, что до конца твоей карьеры, я надеюсь, еще очень-очень далеко, но тем не менее, все равно, не думал о том, что по окончанию, может быть, и судейством стоит денежки заработать. Ну, это очень важная ремарка, да, конечно, да, такая провокационная. Насчет того, что можно и так деньги зарабатывать. Провокационная, да, но только честным, честным трудом, да, как лучшие судьи мира. Не задумывался об этом, если честно, очень интересно, но, конечно, нужно... Интересно? Интересно, в том плане, что это совсем другой угол и точка зрения на футбол вообще. Ну, а вот насколько сложно оценивать игру, когда вот, ну, действительно, ребята вот играют на интерес? Да, на самом деле, я здесь им вообще не нужен, они просто играются, и у них сейчас такой возраст, который им все равно, есть судья, нет судей, главное просто забить мяч в эти ворота, и на самом деле, очень много от этого украшения, азарта нужно брать нам и делать на поле. Все, я побежал, да, конечно. Первый раз чувствую давление тренера на себе. Все матчи турнира прошли в увлекательной и бескомпромиссной борьбе. Те, кто забивал голы и выигрывал, радовались, а потерпевшие поражения искренне расстраивались. В общем, настоящие детские футбольные эмоции били через край, а это, согласитесь, самое главное. Глаза горят, это значит, эмоции переполняют их чувства, и будем надеяться, чтобы до конца турнира такое чувство у них и осталось. Что касается спортивных результатов, то в турнире «Коррекционная школа» победителем стали ребята из школы номер 45. В турнире общеобразовательных учебных учреждений победу праздновала команда теми Рязевской школы 64. Мы же от всей души поздравляем победителей и благодарим всех организаторов этого турнира, всех, кто помогает этому благому делу. Спасибо. Спасибо.